Здравствуйте! В эфире программа «Лицом к лицу». Меня зовут Сергей Чернышев. Президент Петр Порошенко призывает Верховную Раду как можно скорее принять изменения в Конституцию относительно отмены неприкосновенности народных депутатов. Президент отметил, что не видит никаких причин, чтобы тянуть с отменой депутатской неприкосновенности. Дело в том, что 20 июня Конституционный суд одобрил президентский законопроект об изменениях в Конституцию в части неприкосновенности народных избранников. Сегодня об этом. И не только будем говорить с гостем нашей студии. Это политтехнолог Борис Тизенгаузен. Борис, здравствуйте! Здравствуйте! Рад вас видеть, наконец, в этой студии. В чем еще вопрос? В двух законопроектах, которые одобрил Конституционный суд от 6 июня 2018 года вынес вердикт о конституционности альтернативного предложения об отмене депутатской неприкосновенности, которое предусматривает отмену иммунитета для депутатов, так называемый депутатский законопроект, с момента публикации закона. Сразу же. Если говорить о президентском законопроекте, первоочередном, то этот закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Как вы считаете, сейчас, по сути, депутаты рвали на себе рубашки и продолжают это делать в эфирах постоянно, в интервью. Говорят, мы нужно отменять срочно депутатскую неприкосновенность для всех, а дальше, если есть какие-то вопросы, пусть суд решает, виновные или невиновные. На какое решение пойдут и пойдут ли? Ну, отмена депутатской неприкосновенности – это, собственно, тот флаг, которым размахивают перед любыми выборами. Не было еще таких выборов ни в Верховную Раду, ни президентских, перед которыми бы вот эту неприкосновенность не пытались отменить. Что касается вот этих двух законопроектов, президентского и депутатского, то в данном случае мы же понимаем, что президентский закон – это заслуга президента. Ну, если мы про репутационные вещи говорим. Депутатский закон – это заслуга непонятно кого, группы депутатов, про которую все забывают. То есть непонятно кого. Народных избранников. Народных избранников, да. Поэтому в данном случае, скорее всего, пойдет президентский закон, потому что, во-первых, нынешним депутатам 20-й год – это как раз абсолютно нормально. И на фоне старта работы антикоррупционного суда, не думаю, что многие из них, некоторые, как минимум, точно не захотят попадать, снимать с себя неприкосновенность. Это первое. Второе. На взгляд на снятие неприкосновенности, ну, он абсолютно там полярный бывает. То есть запрос общества – все должны быть равны перед законом. Такой стандартный, простой запрос. Депутат. У депутата должны быть такие же права. Это с одной стороны. А с другой стороны, я недавно общался с нашим украинским диссидентом, господином Хмарой, который первый попал, с которого первого сняли депутатскую неприкосновенность. И он поехал за свои проукраинские взгляды фактически в СИЗО. И вот здесь у меня вопрос. Те депутаты, с которых сняли уже, ну, через Верховную Раду неприкосновенность, которые обвинялись там по ряду статей, они, в принципе, продолжают ходить в Верховную Раду. А те депутаты, которые фактически могут попасть под преследование определенное политическое, вот здесь вопрос, будут они дальше ходить в Верховную Раду или нет. Поэтому депутатская неприкосновенность – это не только такая привилегия с барского плеча для депутатов, но и определенная защита от политического преследования. Смотрите, дело в том, что для принятия исторического решения, по-другому не скажешь, нужно 300 голосов – это конституционное большинство. Необходимо и решение конституционного суда окончательно и обязательно к выполнению, то есть оспорить его тоже нельзя. Соответственно, нужно голосовать в любом случае. Сможет ли это, ну, мы понимаем, что в нашей Верховной Раде возможно все. Рада больших возможностей, в том смысле, что в ней возможно все. Могут ли вообще не ставить на голосование, например, ну, в повестку дня не включать, оттягивать этот процесс, либо глава Верховной Рады просто не даст так просто, я имею в виду Андрей Порубий, сейчас не даст так сманипулировать понятиями. С одной стороны, можно долго пиариться на отмене депутатской неприкосновенности, а когда все карты в руках, ну, пожалуйста, голосуйте. Ну, долго пиариться в наших реалиях не получается, потому что даже самый серьезный информационный повод живет максимум неделю. И события о взрывах машин, о стрельбе из гранатомета в Киеве, они живут вообще буквально один день. Кто сейчас вспомнит, кто такой Бабченко? Да, то есть вы помните, это был взрыв информационный на весь мир, все мы стали участниками, информационными участниками этой спецоперации, в итоге забыли буквально через три дня. То есть пиариться долго... Не забыли, просто мы не вспоминаем. Есть другие поводы. Да, да. То есть у нас жизнь украинского электората насыщена настолько информационными поводами, благодаря тому, что определенные телеканалы принадлежат определенным группам, то есть можно, в принципе, чуток искажать определенные факты и получать все-таки резонансные крутые штуки каждый день. Это первое. Можно пиариться будет дальше. Вот здесь как раз пиар-линия для силовых органов. То есть как только снимут депутатскую неприкосновенность, начнется жесткое соцсоревнование между силовиками, между генпрокуратурой, между НАБУ и так далее. Мы уже видим это соцсоревнование. С Луценко, Сытником... Условное соцсоревнование. Условное. Уже нет соцсоревнований. Ну да, в кавычках, конечно. Луценко с Сытником на перебой стараются пачками. То есть мы помним эти поданья по нескольку человек депутатов, Верховную Раду на снятие. Представление, да. Представление. Я тоже первое время, когда говорил на русском в этой студии, все время путался. Думал, подань, а как же это будет на русском? Вот. Мы помним эти представления, и, в общем-то, мы помним, чем они все закончились. Но если мы говорим о снятии, то есть, да, уже как о свершившемся факте, представим, что проголосовали, 300 голосов нашлось, потому что все же политические крупные силы, они все говорили о том, что неприкосновенность нужно снимать. Ну, большинство, по крайней мере, и если сейчас их слово разойдется с делом, то в канун предвыборного года и в Верховную Раду в том числе, это не совсем хорошо будет для них. А с другой стороны, смотрите, сколько сейчас народных депутатов в Верховной Раде, с кого уже по тем или иным поводам сняли депутатскую неприкосновенность. Давайте можем просто перечислить. Ну, Надежда Савченко, она сейчас в СИЗО находится, да, и дальше мы перечисляем Добкин, причем там дали еще и возможность привлекать к уголовной ответственности. Верховная Рада дала возможность такую прокуратуре. И даже, по-моему, на арест. И на арест, да, сдержание ареста. Потом еще без депутатской неприкосновенности сейчас Розенблат. Кстати, кто вспомнит о Розенблате и Полякове, например, да, уже все забыли. Кто вспомнит о Масичуке, то волшебное видео, которое еще Шокин, а кто вспомнит Шокина, да. Кто такой Шокин вообще? У нас, я же говорю, скорость, плотность информационного поля, она настолько велика. На Винске, кстати, тоже. Один из первых в этом созыве. Вот, соответственно, ну, ходят себе люди дальше на работу. Ну, хорошо. Были какие-то, возможно, претензии у Генеральной прокуратуры, и именно поэтому сняли с них неприкосновенность. А дальше что? Ну, дальше ничего. То есть вот Надежда Савченко сидит в СИЗО, но неизвестно, сколько, так как год у нас предвыборный, так как протестный электорат нужно разбивать, неизвестно, сколько она там просидит. Потому что как раз она неплохо может станцевать там на электоральном поле другой дамы. И я думаю, что как раз, может быть, ближе туда, к президентским, она и выйдет. Это у меня такие просто... Вам, как политтехнологу, виднее, на чьем электоральном поле... Какой дамы может станцевать другая дама? Ну да, да, согласен. Ну, хотя я бы на самом деле не рассчитывал так на Надежду Савченко, потому что она достаточно непредсказуемая дама. И в этом согласен. Ну, если мы возвращаемся к теме неприкосновенности, то я думаю, что голоса найдутся. Год-то все-таки предвыборный. Но вот это событие по логике вещей нужно делать совсем ближе туда, к декабрю месяцу, чтобы хотя бы отыгрывать информационный повод этот. Ну, вот мы говорим про новые изменения в Конституцию. Кстати, все время в канун Дня Конституции мы обсуждаем какие-то изменения. Я уже заметил, какая-то тенденция. Если все время говорим про какие-либо изменения. Ну, как раз просто в канун Дня Конституции все вспоминают хотя бы про эту Конституцию. Ну да, точно. У нас же есть Конституция, да. Какое мы государство? Форма управления какая? Парламентская президентская республика? Отлично. Так вот, также президент Петр Порошенко в ближайшее время внесет в Верховную Раду проект изменений в Конституцию, который предусматривает закрепление в основном законе статуса Украины курс на Евросоюз и НАТО. Отметил президент, что евроатлантическая и европейская интеграция четко соответствуют национальным интересам Украины, а также поддерживается абсолютным большинством граждан. Отметил, что евроатлантическая и европейская интеграция четко соответствуют национальным интересам Украины, а также поддерживается абсолютным большинством граждан. И тут у меня, внимание, вопрос. А, в принципе, насколько конституционно вносить такие положения о вступлении, конечно, в ЕС и в Евросоюз и НАТО, если, в принципе, как минимум могут поменяться структуры, название структуры этих может поменяться. Либо это общее, знаете как, мы за все хорошее и против всего плохого, но немножко более уточненное. Мы за евроатлантическую интеграцию. Ну и все, и тут уже более-менее понятно. Ну, насколько я понимаю, вот эти изменения хотят внести в преамбулу. То есть это первое. Здесь, наверное, нужна консультация профессионального юриста, насколько это конституционно. Но я думаю, что механизмы есть, как это внести. И второй момент, насколько я понял, все-таки закрепляется то, что Украина берет курс на вступление в НАТО, на вступление в ЕС и так далее. То есть не то, что она конечно там будет, да, или не то, что мы прям вот дорожная карта, мы туда зайдем таким образом. А то, что мы берем курс. Это хорошая инициатива. Это инициатива похожа на, ну где-то вот у меня такая вот ассоциация с тем, что Дональда Трампа в свое время ограничили в снятии санкций с России. То есть Конгресс его ограничил. И в данном случае президент пытается обезопасить, может быть, следующего президента, у которого непонятно, что может быть в голове, если это не он сам, конечно, будет, от разных необдуманных шагов. То есть закрепляется это в преамбуле Конституции, что наш курс туда. Но в принципе это чисто формальная история, то есть, ну, больше такая информационная, скажем. Мне не конкретная дорожная карта, а информационная такая штука, что да, мы идем туда. Но об этом и так все знают. То есть об этом написано во всех, ну не во всех, в нескольких итоговых каких-то по саммитам комьюнике и так далее. Мы идем туда. Ну, мы все прекрасно помним, как много раз менялась Конституция. Как раз в день Конституции мы обсуждали, сколько раз это было. Ну, и вспоминали 2010 год, когда были ограничены уже полномочия президента, да, больше было их у премьер-министра. А потом приходит Янукович, и Конституционный суд принимает решение о том, что предыдущее решение было неконституционным, поэтому вернуть президентско-парламентскую форму управления. То есть президент опять получает больше полномочия, после чего, опять же, после победы революция достоинства, это решение было отменено. Снова таки. И снова мы вернулись к модели парламентско-президентской республики. Так вот здесь, смотрите, можно сколько угодно прописать дальше курс на интеграцию, но придет любой другой президент. Если он придет, если это будет не тот же президент. И он тоже точно так же захочет перекрыть снова Конституцию. Здесь есть момент. То есть... Внеблоковый статус захочет, или еще что-то. Да. Или курс на Россию снова. Курс на Россию, да, на Индию. Вот. Есть один момент. Предыдущий президент, беглый, не учел того, что у общества появился определенный запрос, и определенная гражданская позиция консолидирована, и сила определенная. Вот он не учел это. Я думаю, что если придет следующий президент и резко поменяет курс на Россию... Ну, следующий президент-то точно придет. Да. Просто кто это будет, этот вопрос? Да. И резко поменяет курс, то он будет бежать намного быстрее, чем бежал вот предыдущий. Поэтому не стоит недооценивать гражданское общество, и за последние годы сознательность определенных слоев общества настолько обострилась, что мне кажется, что такие штуки уже точно не пройдут. А как вы считаете, вот все эти изменения могут ли быть внесены до конца, ну, до конца каденции данной Верховной Рады, этого созыва, до осени 2019 года? А они все и должны будут, по логике вещей, быть внесены. Почему? Потому что каждое событие — это серьезный информационный повод, который можно записать себе в репутационный актив. На сегодняшний день таких информационных поводов не так много. И мы видим эти унылые поездки, открытия, там, 10 метров дороги, да, или там еще чего-то, потому что инфоповодов серьезных нет. Безвиз получили уже, там, и так далее, и так далее. Серьезные поводы нужно создавать, и вот это как раз они и есть. И тут даже, скажу больше, вот вы помните, как Гройсман сказал, что я уйду в отставку, да, если вы не примете закон об антикоррупционном суде? Ну, приняли же. Тут уже фактически вырывают друг у друга информационные поводы, да, Гройсману, президента и так далее. А президент открывает дороги. А президент открывает дороги. Вот поэтому, из-за того, что нужны позитивные поводы, из-за того, что их крайне мало, их будут все использовать в предвыборной гонке. Спасибо вам большое за эту беседу. Я напомню, что гостем программы «Лицом к лицу» был политтехнолог Борис Тизенгаузен. Меня зовут Сергей Чернышев, это ЮЭй ТВ. Не переключайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова